Что приготовим вам Казань-форум в этом году? Сейчас мы переходим к другой парадигме, где появляются новые центры, новые цивилизационные анклавы. Нефть и все, что с ней связано. Что мы знаем о контейнерных перевозках? Всем привет! В эфире Нью-Йорньюс, а в студии Кристина Отекина. Научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории гетероструктуры для поскременения в электронике Института физики Казанского федерального университета Искандер Вахитов вошел в состав Координационного совета по делам молодежи в научно-образовательной сферах Совета Препрезиденте России по науке и образованию. Ученые планируют работать над ключевыми задачами и инициативами десятилетий науки и технологий. В столице Татарстана стартовал Казань-форум, международный экономический форум России и стран исламского мира. Что ждет участников форума в этом году, расскажет моя коллега Маргарита Михайлова. Новые знакомства, новые идеи, новые возможности. Столица Татарстана вновь встречает гостей из других регионов и стран. На площадке Казан-экспо стартовал международный экономический форум России и стран исламского мира. В ближайшие дни участники форума обсудят вопросы, связанные с образованием, медициной, малым и средним бизнесом, промышленностью, инновациями, ну и, конечно, индустрией халяль. Казан-форум – это площадка, которая помогает разрешить ряд актуальных вопросов в самых разных сферах. К примеру, в первый день форума состоялась панельная сессия, посвященная вопросам сотрудничества в области науки и высшего образования со странами организации исламского сотрудничества. Участие в ней приняли представители правительства Российской Федерации, Малайзии и ведущих вузов России и стран исламского мира. Системы высшего образования ряда стран сейчас столкнулись с вызовами глобального мира. И поэтому задачи, которые стоят перед университетами России и исламского мира, сложные, многовекторные, и они общие у нас. Я выражаю уверенность в том, что мы совместными усилиями все-таки сделаем шаги вперед по повышению роли университетов в жизни наших стран. Уже на протяжении многих лет российские университеты налаживают сотрудничество с иностранными коллегами. Казанский Федеральный Университет, к примеру, совсем недавно открыл филиал в городе Джизак. Следует отметить, что вуз ежегодно разрабатывает с иностранными коллегами совместные проекты. Один из них ректор университета Ленар Сафин представил на площадке Казанфорум. В целях повышения конкурентноспособности национальных научно-образовательных систем глава КФУ предложил создать сетевой университет стран Организации Исламского Сотрудничества. Мы предлагаем создание на сетевых распределенных принципах совместного открытого научно-образовательного университета, в который бы вошли заинтересованные ведущие университеты Российской Федерации стран Организации Исламского Сотрудничества. В рамках сессии Казанский Федеральный Университет заключил ряд соглашений. Среди них числятся соглашения с независимым агентством аккредитации и рейтинга, Бухарским Государственным Университетом, Таджикским Государственным Медицинским Университетом, Московским Государственным Университетом имени Ломоносова, а также Публичным Акционерным Обществом Дальневосточное Морское Пароходство. На площадке форума также открылась крупнейшая в России выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов Russian Halal Expo. Она объединила как предпринимателей, так и ведущие международные организации. В выставке приняли участие и представители Казанского Федерального Университета, Институт дизайна и пространственных искусств представил участникам форума экспозицию молодых дизайнеров. Иногородние и иностранные студенты вуза отобрали несколько городских объектов и с помощью анимации отразили их особенности. Наш студент Лу Куань. Мы не понимали, почему он не держит композицию, издание у него не получается на фотографии полностью. И когда мы спросили, почему у него такой интересный ракурс, он сказал, что здесь же есть небо, в Казани есть небо. И мы посмотрели на фотографии, там действительно оказалось, что большую часть его фотографий занимает именно небо. Он говорит, в Китае смог, в Китае серое небо, очень высокие здания, мы не видим там такой красоты. А здесь, в Казани, я могу видеть вот это вот прекрасное небо. Тоже был очень интересный взгляд, мы погрузились, мы его глазами увидели наш город, ведь мы сами уже не замечаем и считаем это обыденностью. Здесь в основном представлены производственники, регионы России, регионы мира, а мы именно несем такую арб-компоненту, которая позволяет немного в таком неформальном контексте взглянуть на Казань, а для кого-то просто познакомиться с городом. Международный экономический форум России и стран исламского мира продлится до 19 мая. За это время участники форума смогут обменяться опытом более чем в 16 направлениях, в том числе затронут вопросы спорта и исламской моды. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. Институте геологии и нефтегазовой технологии прошла научно-практическая конференция по нефтяной гидрогеологии, геохимии и гидродинамическому моделированию. О том, как она прошла и какие возможности для молодых специалистов она открывает, расскажем в следующем сюжете. В актовом зале Института геологии и нефтегазовых технологий прошла вторая по счету научная конференция Practice Geochemistry Reservoir Simulation and Field Application 2023, где молодые специалисты и уже состоявшиеся в области науки ученые смогут блеснуть знаниями и поделиться опытом в сфере геохимии нефти и газа. Мероприятие предполагает, что каждый из присутствующих сможет прочитать перед множеством зрителей свои научные работы, получить конструктивную критику и необходимый опыт, чтобы продолжать свои исследования. Сегодня здесь, в Казахском университете Института геологии и нефтегазовой технологии начинается геохимическая конференция, конференция, в которой демонстрируется, как геохимия может использоваться вообще в нефтегазовой отрасли, в области обстрима, поиска, разведка добычи. Вот такая очень интересная конференция. Программа конференции затрагивает наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы, как геохимии, месторождение нефти и газа, так и цифровизация нефтегазовой отрасли России. Кроме того, это отличная возможность для аспирантов и магистрантов представить свои научные труды, которые посвящены смежным темам, завести рабочие знакомства и обменяться знаниями в области гидрогеологии, геохимии и гидродинамического моделирования. Сегодня геохимия стала таким, знаете, очень важным и новым инструментом. Почему? Потому что, во-первых, очень много хороших приборов появилось, которые могут очень точно измерять самые разные характеристики геохимические. Это состав, элементный состав, химический, молекулярный состав, изотопный состав, нефти, нефтепродуктов. И вот в связи с этим, что вот эти компоненты и параметры можно мерить достаточно дешево и быстро, появилось такое, знаете, вот это количество превратилось в качество. По итогам конференции авторы лучших работ получат возможность опубликоваться в научно-техническом журнале «Георесурсы», где каждый из них сможет вывести свои исследования на новый уровень. Елизавета Газизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Казанский федеральный университет посетил председатель Совета дикторов транспортной группы ФЕСКО Андрей Сверилов. О том, что рассказал спикер, узнаете в сюжете Карины Саяховой. Глава Совета директоров международной транспортной компании ФЕСКО Андрей Сверилов пообщался со студентами и преподавателями Казанского университета и прочитал лекцию о развитии рынка контейнерных перевозок в мире России и Республике Татарстан. По его словам, компания ввиду ее масштабности уделяет много внимания работе и с подрастающим поколением, то есть студентами. В рамках встречи было подписано соглашение между ФЕСКО и Казанским федеральным университетом. Мы подписали соглашение о начале работы по созданию некой магистрской программы по выращиванию кадров, которые будут работать в сфере логистики. С одной стороны, мы получаем высокопровизационных людей, преданных нашей компании, а с другой стороны, мы готовы обеспечить максимально комфортные условия, начиная от условий обучения в период обучения в университете и заканчивая прохождением практик на наших инфраструктурных объектах в порту, на кораблях, на терминалах. В шоу-руме Высшей школы журналистики Андрей Северилов рассказал слушателям о том, что из себя представляет транспортная группа ФЕСКО. По словам спикера, компания – лидер на рынке перевозок. Оказывает услуги морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания на собственных терминалах в крупнейших портах России и Содружества независимых государств. Мы старейшая компания в мире. Наверное, после Сбербанка нам в этом году исполнилось 143 года. 6500 сотрудников по России. И мы крупнейшая в России транспортная компания, мультимодальная, работающая на всех видах транспорта. У нас свежесобственный флот и порт Владивосток наш. Мы представлены на железнодорогах, терминалы. В том числе мы прямо сейчас строим терминал в Зеленодольске, в республике Татарстан. Отметим, что Андрей Северилов уже не первый раз в Казани. В прошлом 2022 году глава Совета директоров компании встретился с Раисом Республики Татарстан Рустамом Минихановым. Тогда стороны договорились рассмотреть возможность синхронизации новых логистических продуктов группы с векторами развития внешней торговли Татарстана, которые ориентированы на экономическое сотрудничество с Китаем и другими странами Азии. Карина Саяхова, Фарид Захиатуглы, Универньюс. В музее истории Казанского федерального университета состоялось открытие выставки «Хусаин Фейсханов. Верность истине». Подробнее мероприятие – далее в сюжете. Я от всей души хочу поблагодарить Казанский федеральный университет, руководство библиотеки университета за такую уникальную возможность собрать рукописное наследие нашего выдающегося татарского теолога-востоковеда Хусаина Фейсханова. 18 мая в Музее истории Казанского федерального университета состоялось открытие выставки «Хусаин Фейсханов. Верность истине». Она проводится в рамках 14-го международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казань. Форум 2023» и Всероссийского научного форума «Татары и исламский мир», приуроченного к двухстолетию со дня рождения теолога-востоковеда Хусаина Фейсханова. В мероприятии принял участие первый проректор, проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. Такой большой проект осуществляется впервые, когда рукописи Хусаина Фейсханова наконец встретились вместе на одной площадке, благодаря тому, что они сохранились и были переданы в разные книгах хранилища потомками учителя Хусаина Фейсханова в Шагабудине Марджане. Хусаин Фейсханов – российский богослов, общественный деятель, педагог, историк, востоковед, тюрколог, археограф, каллиграф. Сыграл значительную роль в развитии духовной культуры татарского общества второй половины XIX века. Выставка в Казанском федеральном университете представляет из себя эксклюзивные рукописи Хусаина Фейсханова, его учителя и других известных тюркских просветителей. Отметим, что организаторами мероприятия является Казанский федеральный университет, Московский исламский институт, Национальная библиотека Республики Татарстан и издательский дом Медина. Адалина Абдрахманова, Никита Кинчин, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Кристина Отекина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова